Всем привет! Это снова мы, Андрей Нади. Привет из Буэнос-Айреса, Аргентина. Нет, ты Нади, я Андрей. Да, нет. Мы сейчас находимся рядом с плаца Алимания. Это площадь Германии. А почему Алимания? Ну, потому что вон там даже флаг есть. Вон, посмотрите туда. Этот ролик мы записываем в 360 градусов. Мы сегодня расскажем вам о самых таких буржуазных районах, наверное, Буэнос-Айреса. Можно смотреть вокруг, слушать нас. Но самое главное, выберите в настройках YouTube максимальное качество видео. Для этого вам нужно нажать на три точечки или на шестеренку. И там выбрать максимальное качество. Это какое-то должно быть 2160 или что-то такое. То есть, чтобы у вас ролик был в 4К или в 5К. Там зависит от того, где вы будете смотреть. А мы пошли. И мы сейчас в районе, который называется Палермо Чико. Чико. Эй, Чика, где мы? Я Чико, а не Чико. Чико – это мальчик, Чико девочка. А Чико? Мальчик. Но мне кажется, это не связано с тем, что типа Шик там, Шик. Нет? Не так. Думаешь? В общем, хрен узнает. Вот это вот такой Палермо. И это Палермо Чико переходит в Риколето. И это вот самые такие прям ух. Ухах. Мы вот сейчас как раз вышли с завтрака. У нас был буржуазный завтрак. Там прям этот, да. Нам подавали яйцо пашот на подушечке из кейла. Кейла. Это тебе подавали. И булочку бриос мне давали. И сегодня день матери, поэтому туда набежали всякие приличные аргентинцы. Со своими матерями. Некоторые даже прикатили на инвалидных колясках. В смысле? Это я не видела. Мы вот только что, когда заходили в туалет, там бабуля сидела в инвалидной коляске. А, да? И венцо попивала. А, это ребята, которые внутри? Да. Да, вот это интересное место, Каса Кави. А ты будешь его показывать в этом ролике? Нет. Ну вот. Нет? Хорошо. Тогда не расскажем. Давай лучше про район. Да. В общем, здесь вот выше застройка. Наверное, кстати, максимально высокая застройка вот в этих районах. Просто, да? Вот такой дом необычный. Смотри. Вот здесь можете смотреть, какие жилые дома. А это где мы с ребятами сидели? Да. Да. Нет. Да. Что нет-то? Тогда как раз Аргентина выиграла. Помнишь, что-то орали все с балкона? Да, да. А вчера тоже что-то орали, но непонятно. По-моему, у соседей было день рождения. Они залезли на крышу и кричали. Это наши, да. Соседушки. Стоим, ждем светофор. Да. Франко Парма. Вон там место. А у нас сегодня день чтения вывесок. Да, да. Сейчас вам тоже что-нибудь прочитаем. Здесь еще забавно, что часть вывесок... Ну, окей, окей, нет, часть вывесок на английском, вот, но часть еще и на итальянском бывает, да. То есть здесь, например, ну, типа, кафе Чао, и Чао написано по-итальянски. Ну, потому что нельзя написать не по-итальянски, это уже международное слово. Ну, наверное, да. Хотя Чарли Чаплина они испортили, они его называют Чарли Чаплин. Чаплин? Вот мне так преподавательница сказала. По-моему, это издевательство. Видишь как? Над Чарли. Да. В общем, вот, ну вот здесь всякие такие прям приличные домики. Необычно этот домик, очень похож на какую-то вышку, с которой прыгаешь в бассейн. Вот. Ну, сегодня воскресенье, поэтому все такие на слабоне. В принципе, они не только в воскресенье. Ну, они и в будни не особо парятся, но в воскресенье как бы особенное. Вот. Ветерок поднимается. Надеюсь, микрофоны особенно задувать не будет. А Че париться, если жизнь тлен? О, видишь? Флайт-симулятор. Кто-то хотел учиться на пилота, но тоже понял, что жизнь тлен. Он перешел на новую версию. Вот. И сейчас мы еще дойдем до... Тут очень прикольное такое местечко есть. Мы там, да, то и дело, ходя погулять. Вот. Да хотя бы тут вот никуда гулять не надо. Вот, смотрите, впереди какой вообще особняк уже. Усобенно. Кайфовый. Это вот мы идем в зону, где посольство, типа? Да? Ну, да, не посольство, но вот, смотрите, вообще классно. Такое другое что-то. Я что-то не помню. Так, ой. Иди себе. Радуйся жизни. Сейчас мы все дойдем куда надо. Я не понимаю. У меня есть карта, у меня есть план, и мы будем его придерживаться. Весна пока, что сейчас, октябрь, середина октября, еще полтора месяца весны, вот. Вот, и погода такая, что, ну, бывает иногда, вот вчера, например, пасмурный день был один, один. И дождик. Да, то есть вот, пятницу было прям тепло. Смотри, что делать. Только что бампером двигал автомобиль. Нормально. Здесь это в порядке вещей. Да. Вот, но вот здесь, видите, вот здесь начинается такое место, здесь много вот этих особняков. Немножко английской. Английской. Style. Да. Вот, ну, вот в этом районе, правда, единственное, вот у них тут аэропорт близко достаточно, да, то есть у них здесь вот самолеты шумят, то и дело. Ну. Ну, кстати, вот интересно, какое количество, ну, какой интервал? Ну, достаточно часто. Часто, потому что все-таки это не Истамбул. Ну, нет, ну, конечно, не Стамбул. Ну, и не Лондон. Вот звук как красиво. Да. Мне так нравится, когда вот этот по стене плющ какой-нибудь растет или что это. Плющ. 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 Кстати, в аргентинской версии испанского языка тоже много шеи. Они постоянно шипят на тебе. Шипят? Шипят. Ну, у них нет межзубных звуков, как я понял. Ну, да. У них нет этого. Никакого у тебя там бафалона. Бафалона? Да. Такие раноча бафалона. Да. Обходится без окра. Ну, язык не перестает нас удивлять. Вот, смотрите, вот как бы привет Варламову. Можете смотреть, как выглядит озеленение. Всякие деревушки. А чего у него там? Ну, он любит там посмотреть, где там, как. А озеленяются? Как газоны сделаны, как чего. Нормально газоны сделаны. Нормально? Нормально. Очень хорошо. Почти, ну, вот вообще, я не знаю, как в каких-то совсем диких районах, но в целом в Аргентине подъезды почти все двери стеклянные. Вот. Ну, во многих какие-то есть консьержи сидят, да. В некоторых есть эти смешные такие электронные консьержи, когда там такой экран стоит большой, и там внутри экрана, типа, человек. Передает привет. Ну, да, я так понимаю, что это, видимо, один человек, когда он вот дистанционно следит сразу за, ну, большим количеством, видимо, подъездов, и там откликается, если нужно. Наелся? Да. А ты нет. Я нет. А потому что ты много ешь. Нет? Я же побольше, кажется. Какой больше будет мой пациент? Немножко побольше. Вот, видите, вот там такие современные эти высотные, ну, там, высокие здания, да, достаточно. Тоже все жилые, жилые. Все жилое. Так, пошли. Вот сейчас начинается вот такой прям самый уютный кусочек Буэнос-Айреса. Он такой, действительно, здесь то ли посольские дома находятся, то ли вот. Ну, вот здесь много посольских, смотри. Република Гаити. Вот, и здесь, если вам нужно чего-нибудь сделать, фотки или какие-то видеосъемки и немножко подзакосить под... little taste of Britain, то здесь это сделать очень легко. Главное, смотрите, чтобы пальмы особо вон не попадали в кадр. Вот, в остальном. Кайфово здесь. Здесь, конечно, все прям зазеленело, так как все пусть. Город преображается летом. А вы, кстати, что любите, зрители? Лето или зиму? Любите? Любите такую прекрасную... прекрасную зиму где-нибудь в подмосковном каком-то городе. У меня есть ролик, вот на... У меня есть отдельный канал, именно с прогулками, и там есть ролик, где я гулял зимой по подмосковному Ногинску. Очень забавно сравнить это с тем, как вот это все выглядит в Бойна-Старосе. А помнишь, мы с тобой ходили тоже и в центре Москвы, и куда-то мы пошли в этот... Как это? ГЭС? Да. Тоже хладрыга была. Ужасно хладрыга была, да, в тот день. И главное, нас не пустили. Андрея не пустили, потому что у него не было сертификата еще. Да, да. Прививка. Прививка была уже, нет? Нет, еще не сделал тогда. А, не все. В общем, дискриминация уже тогда началась. Блин, ну здесь прям, конечно, особняки клевые. Да. Особенно вот летом, да, сейчас по-другому. До этого мы ходили сюда, было пасмурно, и все-таки влияет погодка на восприятие. Вот, вижу, вот тут и автомобиль для сразу тоже начинается. А, автомобиль! В Москве вас заела тоска. Приходите сюда, видите, здесь есть и Каен и вам в наличии. То есть, ты Москву ассоциируешься с автомобилем Порщика? С Каенами, да. Ой, смотри, котик. О! Покажи-ка, какой красивый. Беленький. Вот вам котик в кадр. Ой, нет, он стесняется. Ну ладно. Нет, он, по-моему, пообщаться. Привет! А у него какой-то красивый ошейник. Ну, пусть лежит. Как зовут? Ой, у него просто на ошейнике рыба. Очень хорошо. Любит видать рыбку. Пока! Пока-пока. Пока. А еще мне нравится, что в этом районе реально много старых ландроверов. Вон там впереди один виднеет, сейчас подойдем. Вот. И вот всякие живые изгороди. Только не спрашивайте у меня, сколько здесь стоит жилье. Я вообще не знаю, сколько стоит жилье. И как-то не очень. Да сущие копейки. Сущие копейки. Ну, вот. Где пора в риэлтор идти? Всего лишь запустить пару марафончиков. И все. Да, какой красивый кот. Белый. Видишь, улица называется Омбу. 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 Что такое Омбу? Омбу. А вот Мигель Кане. Вот. И вот два прекрасных зелененьких Discovery. Вообще кайф. Какие-то старые очень. Ну да. Прикольные. Из этих боевиков с 90-х. Ну, здесь попадаются и Defender попадаются. Прикольно. И даже какие-то Range Rover я тут видел, тоже древние. А ты, кстати, говорил, какой у тебя любимый фильм? Какой у меня любимый фильм? Ты его смотрела, он тебе не понравился. Нет, понравился, потому что твой любимый, я вынуждена сказать, что мне понравился. А вам, товарищи зрители, загадка. Какой любимый фильм у Андрея Анастасиаде. Подсказка как раз была до. Про боевики и все такое. Он же оттуда, да? Ладно, ладно, посмотрим. Сам никто не угадает. Думаешь? Неинтересно. Я думаю, да. Такое не угадаешь. Вот свои какие-то башенки. А чумать. Да, розы цветут. Вот, но здесь прям вот особняки, особняки. Вообще здесь вот, ну, вот эта вся часть, как это сказать, ну, это север, типа север Буэнос-Айреса, да, ближе к реке. Вот, это вот такая самая элитная часть. Вот. Но еще, насколько я понял, довольно много аргентинцев живут где-то за городом. И у них там и коттеджные какие-то поселки еще, то есть закрытая территория. Притом большие там у них территории. Вот. И они вот там где-то кучкуются. Вот. Но вот в целом вот так, чтобы вот, видите, мы тут пока ходим, тут и Мерседес, и БМВ. Вот, это, ну, в среднем для Буэнос-Айреса это скорее редкость. Здесь, это вот не Москва точно, здесь вот нет такого количества. А вот, кстати, вот сейчас давайте подойдем. Дерево безумно. Да, вот эти вот, видишь, дерево, которое цветет целиком. Вот, смотрите, офигенно выглядит, конечно. Фиолетовые такие цветы, то есть все дерево в цветах. Вон там посольство Испании как раз. Эмбахадо де Испания. Эмбахадо? Эмбахадо. Эмбахадо. Так. Вообще красные гадости. Им аккуратно. Ой, ой. Никому не говорите. Давай сразу туда перейдем быстренько. Чтобы не ждать, не будем вас задерживать. Вот. Здесь еще народ вечно бегает. Здесь такое эхо уже, сейчас вот сказал. Так. А, ну давай, пошли сюда. Но это мы еще не все прошли, это мы так... Нет, нет, мы уже... Подожди. Нет. Мы только начали. Вот эта часть красивая. Вот здесь огромные снова вот эти деревья. Кто это? Эвкалипт какие-то или кто? В общем, в Буэнос-Айвесе тут много вот таких деревьев. Кайф. Что-то я не помню, я начал про весну говорить. Забыл, договорил ли я. В общем, весна такая, что... Ну, может быть, какой-то ветерок и становится прохладно, но часто вылезает солнце и прямо становится жарко. Вот. А мы сейчас подошли здесь класса Република де Чили. Вот народ, мне очень нравится, как они приходят со стульчиком, значит, ложатся вот там на газончик и просто вот лежит товарищ и кайфует. Не боятся. Пикники тоже. Не боятся. Никто не лезет. Нет, я не про это солнца не боятся. Солнце не боятся. Ужасный грабеж не боятся, который все время нам пишут в комментариях, как страшно жить здесь. Ну, мы просто еще живем в таком районе, более-менее. Там же есть районы в Вайерусе. Мы же с тобой смотрели карту, куда лучше не соваться. А вот это мне нравится деревья, которые имеют какой-то плод странным, а потом… На хлопок похоже. Да, на хлопок похоже. Раскрывается и… Мата какая-то там. Вот здесь, видишь, что-то делают, какую-то площадку. Аккуратно, вот, кстати, видишь, затянули все. А, это, кстати, вот, видишь, мы сейчас подходим… Помнишь, этот музей? Туда мы недавно ходили. Усадьба вот эта. Красивенькая. Что? Мы туда заходили на территорию неделю назад. А, где там… И кафешка там еще. А, да? Вон, вон там фотографировались. Да, точно. Я все помню. Мне очень нравится, что здесь вот есть дворики вот эти. Красивые. Внутри. Ты заходишь и сразу дворик есть. Музею. Музею националь де арто декоративо. О. Что такое декоратив? Декоративное прикладное искусство? Декоративное искусство, наверное, да. Имейте в виду. Типа, что делали жители Аргентины когда-то? Наверное. Так, ну вот, смотрите, вот если посмотреть направо по нашему движению, видите, тут какая застройка. Это вот все жилые дома. Это вот все такое приличное. Вот. Небо, как обычно, супер синее вообще вот. Вот. А, и вот видите, выставка даже проходит. Дизайн итальяно. Так, я сейчас подниму камеру повыше, это вы там сможете, вот, если посмотрите, видно, что там за забором. Давай сюда. Только там рябь будет, этот забор. Ничего, справимся. Я сейчас неправильно прочитала в итальянском. Вместо Аргентина сказал Аргентина. Все, в меня уже вселился этот ген, вот этот шипучий ген. Шипящий. Вот, вот такой вот здесь особняк, который превратили в музей. Вообще здесь, в принципе, многие вот эти большие особняки, там есть музеи, недорогой вход. Можно сходить, посмотреть. В некоторых из них даже сохранили интерьеры, которые там были у хозяев. Вот. Можно, в общем, погрузиться в историю. А мы сейчас потихоньку приближаемся к безумной библиотеке. Пойдем, наверное, туда вот. Как я думаю, как здесь пройти. Ну, вот здесь пройдем. Заодно вот. Это вот заправка. Заправка прямо, видите, внутри дома. Здесь такое-то и дело попадается. Такая вот городская заправка. Здесь, ну, главное, что, конечно, большой город. То есть здесь вот, если вы пойдете гулять, вы за один день ничего не обойдете. Здесь нужно прямо так много ходить. Это при том, что мы во многих районах еще и не были ни разу. Как-то нас туда не заносило. Ага. Меня там поправляют. Мой английской поправляет. У нас появился знакомый американец. Тейлор. В общем, он написал, что могу позволить себе прокомментировать ваш пост. В основном есть лишнее слово. Угу. Вот. Я говорю, нам все нужен персональный Тейлор. To check grammar mistakes. Вот, пожалуйста, видите, проехал таксист и не попытался нас пропустить. А вообще здесь надо смотреть. Здесь нельзя вот так вот ходить с палкой и просто говорить. Ну, как нельзя? Да. Можно, можно. Иди. Палкой. Я этой палкой могу и по голове. А не рали чуга. Вот. Народ пирует. Пичуга. Все такое. Ну, потому что Эльдея Дель Мадре. Пахнет шашлычком. Да. Вкусно. Да, вкусно. Вкусно фуга. Угу. Любят аргентинцы конечно поесть. И потусить. Мне нравится, потому что они любят поесть. А кто не любит? К прошлому видео про Палермо Были там комментарии о том, что как-то там Небогатенькая Как-то заплеванная Вот смотрите Уважаемые любители чистоты Как вам в этом районе? Достаточно ли? Достаточно ли уютно? Ну, может быть, плитка, конечно Не этого сезона Не этого? Не этого, наверное, сезона Видите, нет на них Собянина Мы как раз подошли К той самой безумной библиотеке Которая выглядит как космический корабль Интересно, что Проект этой библиотеки Было разработано еще Насколько я помню В 60-е годы А строить ее закончили Только в 90-е Ты сегодня что-то отстаешь И вообще не участвуешь Простите, пожалуйста Тут как бы Я тебе микрофон Зачем вешал? Что-то ты с американцем переписывал Ооооо, я чувствую здесь Какого-то напряжения Да нет Американцы просто сказали Давай, нас люди смотрят Да В общем, библиотека Андрей сказал, что она суровая В стиле брутализм Мне вообще не нравится Не, ну вот эта часть Мне вообще какой-то парк победы напоминает Типа пустырь? Ну вообще вот эти все бетонные Какие-то конструкции Мне кажется Люди, когда их проектировали Они как-то Не очень себе отдавали отчет в том Как все это будет выглядеть В реальной жизни Есть книга большая Где Называется она как-то забавно Типа Космические Корабли Космические здания Советского Союза Или что-то такое Вот И там вот автор Кажется, англичанин Он ездил по всяким Бывшим республикам И вот такого понастроили много Там и в Грузии Ну да И в Украине Во всяких там других местах Вот Вот Смотрите Очень тут забавно все выглядит Какие-то нависают Штучки Трубы А если посмотреть по сторонам То вон видите Тут вот Такие очень миленькие домики Сохранились В парижском стиле Наверное, да? Ну не все Ну вот Ну да А этот похож Дворик Ресторанчик какой-то Оп-оп-оп А как тебе вообще пришла идея делать такие прогулки в 360? Вообще изначально? Ну да Ну ты же уже какие-то дела по другим городам Да-да-да, конечно Ну вот у меня есть отдельный канал Там прям много всего Там и И Нью-Йорк И Берлин И Вильнюс Где там я еще был Я у кого-то увидел Я увидел у кого-то в Ютьюбе Как человек снял вот просто прогулку по городу Ну и потом я сложил Ну и потом я сложил как бы дважды два И подумал о том, что если это делать в 360, то это еще круче Нет, а вот интересно, что есть еще типа просто ASMR, да? Когда там идут, ничего не говорят Просто звуки города Ну, с картинкой Ага Прикольно тоже Вот сейчас мы зашли как раз уже в Риколето Где? Ну вообще вот Это как бы граница была Риколето Но тут она как бы не считывается никак Ну как бы вроде как по карте я смотрел Это уже Риколето Сейчас посмотрим, если хватит времени Дойдем, наверное, до кладбища Как его там называется Вот это их модное До кладбища вы меня еще не водили Это неоднократно Ну столовка есть рядом хорошая Ага Вот еще одна заправочка Не страдают они от отсутствия бензина А, вот интересно, сколько бензин стоит дизель Супер Я не знаю просто супер Это какой? 90 142 песо Это 35 рублей где-то, да, наверное? Сколько? 35 рублей за 90 Это, наверное, 95 Вот Сколько сейчас 95 стоит в России? Я недавно видела, что какой-то чувак Возмущался Ну, был удивлен Был удивлен тому, что стоят сливки Чем-то порядка 400 тысяч рублей Что стоит? Более 400 рублей Что? Сливки А, сливки 400 с чем-то рублей Где? В Азбуке вкусно? Нет, в перекрестке Ага Ну, вот сложно сказать Конечно, когда уезжаешь Из города, из страны То Как бы Воспоминания твои фиксируются И поэтому Уже все сложнее и сложнее сказать То есть мы помним Какие-то цены, которые были Там в Москве В феврале Уже сложно понять Чего сейчас происходит Здесь так пошел на нере Автобусы Да, это вот река Летто Видите, здесь вот Сохранились всякие старые домики Вот безумные автобусы Тут лучше Не прыгать под них Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это метро Плаз Эрос Чего? Метро Летто Пойдем туда Ты, по-моему Ты в прошлый раз говорил Что тебе как раз этот район и нравится Ну да Люди мороженое едят Да? Красота Ну я вообще думала Что тот район река Летто То? Нет, видишь Полерно Чико Ну вот Вот так Вот сейчас Это вот часть река Летто Винсента Лопес Классно Конечно, лето сейчас наступит Проверим Но классно, что видите Есть всегда солнечная сторона улицы А есть такая теневая Всегда можно Если припекает Спрятаться в тенек Идти спокойно Сегодня Так как праздник Очень много людей С цветами Все дарят маме цветы Классно же Да Какое 8 марта, да? Ну да Так у них 8 марта У них тут эти Демонстрации Демонстрации Вот именно Так, ну вот Мы подходим к кладбищу Это вот это Центральное кладбище Которое Во всех путеводителях Будет чуть ли не первым Написано Что сюда надо Обязательно сходить Мы там не были Ну в общем Как-то да Вот А почему не были Не знаю Оттуда что-то Дорого что-ли Или не пускают Дорого и не пускают Всяких других мест хватает Поэтому Че надо А, зеленый Значит сначала тебе скажут Ой, нет-нет, здесь дорого А потом скажут Сначала деньги возьмут Ага Сначала возьмут деньги А потом скажут Ой, извините Закрыто Это cerrado Да Вот Но вокруг кладбища Тут Жизнь кипит Вот Здесь много всяких Заведений Баров Ресторанчиков Каких-то Кафе Можно так сказать Попивать пивко И Подумать Об Бренности бытия Ой И вот это вот все Вот В общем такое сочетание Интересное Ну это да Считается уже больше Как достопримечательность Ну да Да Такая историческая часть В Париж тоже есть Красивое кладбище Куда ходят На экскурсии Да На экскурсии ходят Да Есть такое Так Музыка Музыка С музыкой Главная проблема Я уже по-моему В прошлый раз Об этом говорил Что Банят за нее Вот Хотя казалось бы Я просто мимо проходил И не хотел ее никак использовать Но Ютьюб об этом не знает Вот Здесь вот такой Торговый центр Вот видишь Тиджай Фрайдис Открывают Нам Очень его Не хватало А вот Смотри Здесь тоже Кватидиано есть Ну вот очередь И снова очередь Кватидиано Это такое место С классной итальянской едой Вот И по выходным Попасть туда Невозможно Здесь вот Здесь набор Такой Всего этого Видите Тиджай Открывают Старбакс Хлеб Насущный Приятная музыкальная пауза Там вон Впереди Бендер какой-то Пошли покажем Эту столовку Где она находится Вот Надо Небось Закрыть Ну да Скорее всего Воскресенье Но Тем не менее Значит А посмотрим По продолжительности Может быть Дойдем До Российского Посольства Не Лучше Не надо Не хочешь? Там Мы были Уже На этой Неделе На этой Неделе Да Ну да Вот Вот так вот Выглядит Середина Октября В Больден Сайлс Народ Тусит Почти Муму Да Это не Муму Не Вроде Нет Бычок Или кто там Имеется Вот Здесь Вы помнишь Мы встречались Этими ребятами Да Со сценаристом Который уехал Который уехал В топе Писать книгу Сценарий Или книгу Я не помню Там был забавно Сказал Что ему надоели Эти большие города Он нуждается В уединении И одеваешься Мы встречались Значит С двумя аргентинцами Ну то есть Договорились с одним Он привел второго И второй пришел И говорит Я приду Если мы будем Говорить о Тарковском Я говорю Ну вот я Андрей Как раз Как минимум Мороженое Вот это Куриды мы не пробовали Не раз Ты пробовал? Нет По-моему нет Все едят Мороженку Вот Очень хорошая Столовая Такая азиатская Она находится Вот здесь Вот чуть-чуть Может там Пройти Как эта улица Называется Я не знаю Но А вон там Написано было В общем Посмотрим Пойдем туда Очень странная погода Уже жарко Жарко Солнце вылезло Ветра нет Все Запекает По выходным Вот здесь Всегда какие-то Ярмарки проходят Помнишь Потом мы здесь Как-то Наткнулись На целую Выставку Ретроавтомобилей Да Приехали Всякие Они приехали Я теперь знаю Откуда Из пригорода Потому что Это выставка Пригороде Байрос И оркестр Еще тогда Помнишь Был тоже Такой классический Вообще Мы тут уже С тобой Много всего Видели Случайно Помнишь Когда эти Из пушки Стреляли Да И оглушили Меня Ряженые Ребята Что-то Тоже Праздновали Сколько же здесь Красивых Пожилых Людей Пар И девчонки Которые просто Собираются На аперитивчик Просто Бомба Пойдем Вот Смотри Танцы Вот Вам тут И танго И будка Почему-то Английская Мне вообще Вот эта Нравится Стрелка Красивая Такая Мне на Греции Напоминает Угу Ну Неальну Стиль Мне кажется Какая Но Могу Ошибаться Ну Вот На этих Базарах А Мы в прошлом Видео Как раз Показывали Как выглядит Базар Вокруг Площади Иммигрантов Армении Вот Здесь Еще Базарчик Вот Так очень Там Горы Облака Ну Там Река Широкая Необъятная Самая Широкая Река Ага Так Ну Чего Я думаю На сегодня Хватит Вот Эта Прекрасная Церковь Не забудьте Если вам Понравилась Наша Прогулочка Ставьте лайк Подписывайтесь Смотрите Другие Видео Такие Это уже Третье Видео Третье Видео В 360 Градусов Вот И всем Мира И поцелуйчик Поцелуйчик Только от кого От любимчика Конечно